Я Завьянова Ольга Ивановна, директор отдела реализации проекта Каракольского предприятия Водоканал. Сейчас мы находимся на территории водоочистных сооружений города Каракол. Мощность водоочистных сооружений составляет 20 тысяч метров кубических в сутки. Вода поступает сюда у нас с водозабора Каракол и с водозабора Кашкасу, где проходят через фильтры, которые оснащены двумя слоями очистки. Это кварцевый песок и лавовый камень. Плюс обеззараживание у нас производится жидким хлором. И крупные взвеси, частицы крупные, плавающие в воде, ослаждаются сульфатом алюминия. Здесь у нас лаборатория. Анализы производятся ежедневно. Качество воды на строгом контроле. Качество воды соответствует стандартам. Это единственная лаборатория в Кыргызстане, которая работает чисто на фильтатском оборудовании. И анализы у нас делаются по швейцарской методике. Так что на высшем уровне анализы соответствуют доступу. Наше водоочистное сооружение было построено по первой фазе проекта. Донорами были швейцарская компания СЕКО. Это правительство швейцарской конфедерации. СЕКО, где было выделено 13 миллионов швейцарских франков. В рамках этого проекта было построено водоочистное сооружение. Здесь операторское у нас находится. Работа водоочистных сооружений происходит в автоматическом режиме. Все через компьютер. СКАДА установлено. Через каждые 72 часа предусмотрена промывка фильтров. 72 часа отработали. Автоматический фильтр закрывается. Вода сбрасывается на сброс. И подается чистая вода для промывки. Три фильтра у нас. Вода по подающему каналу поступает в фильтры. В фильтрах она отстаивается, фильтруется. И уже через чистый трубопровод подается в резервуар чистой воды. Откуда распределяется как городской системе. Треклама Там у нас свой автомобиль. С этой корнея в скором не дается. В флот. Смешка дается с водой. И поторву входит в фильтра. В поступающий канал. Там поступает кровь. Здесь сурбат алюминия у нас подается отсюда, тут вот ванна для сурбата, здесь производится и подается сурбат алюминия. Здесь у нас оканчиваются литры, вот тут видите какие фильтры высотой, да, начиная с первого этажа и качая третьим нижним этажом, вот по колокольным трубам вода с резервуара выходит в резервуар, по коричневым трубам вода с резервуара заканчивается в фильтры для промывки, по желтым трубам подается воздух, вот в у нас на задовке стоят и под мощным давлением воздуха такое массивное бурление происходит, вся грязь смывается и выбрасывается. Многие люди говорят, что водоочистных сооружений в городе нету, это неправда, водоочистные есть, функционируют, прекрасно работают, прекрасно очищают воду, спасибо правительству Швейцарской конфедерации. Вот это вы видите резервуары, два резервуара по полторы тысячи, общая мощность, общая емкость 3000 метров кубических резервуаров. Три фильтра, три насоса, на каждый фильтр свой насос, по коричневым трубам заканчивается чистая вода с резервуара, по голубым трубам уже чистая очищенная вода выходит из фильтров и идет в резервуар. Насос «Выпуск» в Германии до настоящего времени, с 2013 года они работают. В городе в настоящее время работают два проекта. Это проект Азиатского банка развития, в рамках которого финансируется развитие канализационной системы. Это новое строительство канализационных очистных сооружений, расширение канализационных сетей предусмотрено, это 12,7 километров, приобретение техники, а также строительство резервуара в поселке Пристань-Прожевальск емкостью 50 метров кубических. И проект Европейского банка реконструкции и развития, это как бы вторая фаза швейцарского проекта. Здесь у нас предусмотрено строительство с 28 километров сетей водопроводных, установка водомерных счетчиков всем абонентам города физическим. Реконструкция водозаборных сооружений, это водозабор «Каракол», водозабор «Кашкасу», насосная станция «Западная» и насосная станция «Аэропорт». В аэропорту и на «Западной» будет делаться капитальный ремонт зданий и меняться полностью оборудование на менее энергоемкое оборудование. Глубинные насосы скважины, поверхностный насос, замена будет производиться. На водозаборе «Кашкасу» будет предусмотрено строительство нового фильтра. На водозаборе «Караколка» будет реконструкция дамбы. И еще предусмотрено строительство одного резервуара дополнительно на водозаборе «Парковый» объемом тысячи метров кубических. Хочу сказать, что то, что вода, которая подается, сейчас поливается, она безвредная. Делали анализы структуры воды. У нас, во-первых, в городе нет химических предприятий, у нас нет промышленности такой, чтобы вода была заражена тяжелыми металлами, какими-то там мышьяком или еще что-то такое. Отклонений нет. Единственное, у нас идет немножко превышение по гельминтам. Ну, это вот бойни, мясо режут, кровь сбрасывают. Это за счет этого, да? Ну, гельминты, там вода что поливается? Пшеница поливается. Такое, которое, ну, эта вода не влияет уже на организм человека. Так что пусть не переживают. Яблони, экспорцет, пшеницу, ячмень можно спокойно поливать. Естественно, естественно изменится. Ну, почва, она меняется не только там. Сейчас почва меняется везде. Абсолютно везде. Я вот как житель города Каракова, у меня тоже собственный дом, свой приусадебный участок. И растет намного все хуже, чем было раньше. Видимо, сейчас по себе климатические условия совсем другие стали. Поэтому это уже, как говорится, экологический вопрос всемирный. И винить в чем-то водоканал здесь я не вижу причин. По крайней мере, наша, вот я вам говорю, что вода наша, она соответствует требованиям. Она не имеет никаких заражающих элементов. Как только о том, когда я беру д Paradise, Продолжение следует...